Всем привет, ребята! Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы уже знаете, что произошло очень печальное событие. К сожалению, умерла моя кусака, мой бедный богомольчик. Я не показывал этого на ютубе, а только в телеграме, ну, потому что не хотел снимать такие печальные видео для ютуба. Да, ребята, она была очень милая и прикольная. Хотя и однажды очень испугала меня, когда я подумал, что она хочет меня укусить. Но все равно, ребята, я ее очень любил. Она была классная. И мне очень жаль, что так получилось, и она умерла. И вот, ребята, в этом террариуме теперь живет только три муравьиных льва. Они очень маленькие, как вы видели в прошлом видео. Но вы знаете, я был очень удивлен, насколько глубокие ямки-ловушки они роют. Вы только посмотрите, это просто какие-то кратеры от метеоритов. Причем все три очень глубокие. А вы помните, какой маленький был один из львов? Вообще малышка. Наверное, вот этот вот третий и есть его. Но все равно он довольно глубокий. А еще очень интересно, как эти три ловушки расположены. Они расположены в виде треугольника. Это ужасный бермудский треугольник, в котором пропадают муравьи. Страшное место, между прочим. Если помните, когда-то у меня было видео про мухоловку, когда я запустил на нее муравья, чтобы посмотреть, сколько он на ней продержится и не попадет в ловушку. Он тогда продержался всего минуты три, наверное, и все, попался в ловушку. Мне тогда удалось с большим трудом раскрыть створки мухоловки и освободить беднягу. Так вот, ребята, сегодня я хочу попробовать запустить сюда муравья и посмотреть, сколько времени он продержится в этом страшном месте с тремя ловушками и не попадет в одну из них. Но в этот раз мне, скорее всего, не удастся освободить муравья из челюсти муравьиного льва. Но что поделаешь, ребята, муравьиных львов тоже нужно кормить, иначе они умрут. Ну, поэтому это естественный процесс в природе. Они съедают этих муравьев просто кучами. И я прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь на меня и не пишите плохих комментариев по этому поводу. Итак, ребята, вот он муравей. И сейчас мы посмотрим, сколько он продержится у муравьиных львов в логове. Блин, оп, есть. Вот он, ребята. Итак, смотрим, смотрим, что же будет. Так, он ходит, осматривается на местности. Ой, нет, он сразу же практически попал в ловушку. Нет, нет, не попал, не попал, ребята, слава богу. Повезло. Я думал, блин, так быстро все закончится. Это, конечно, будет жесть. О, муравей оказался хитрый и начал залезать куда-то наверх. Да-да, молодец. Молодец, нужно драпать из этого страшного места. Ой, нет, ребята, так не пойдет дело. Давай, слезай, пожалуйста, обратно. Все-таки интересно, как долго он продержится. Нет, ребята, я, конечно, я, наверное, все-таки постараюсь его спасти. О, нет, нет. Нет, он попал сразу же туда вниз. Смотрите, он не может, не может подняться. А что же муравьиный лев? Нет, он спит. Смотрите, ничего не происходит. Ничего не происходит. Он даже не движется. Обычно, знаете, он подсыпает песок, когда муравей попадает к нему туда в ямку, подсыпает снизу песочек для того, чтобы под ноги ему сыпалось, и он не мог дальше идти. Что же будет делать муравей? Ну, здесь просто нет шансов. Три ямки в виде треугольника, и он обязательно попадет хотя бы в одну из них. Блин. Ребята, мне стало все-таки очень жалко муравья, и я решил его спасти, дать ему палочку, чтобы он залез на нее. Ну, не могу я давать муравьев на корм. Я их очень-очень люблю. Вы же знаете, как я отношусь к муравьям. И тут я вспомнил про свою идею посадить муравьиного льва в лабиринт и посмотреть, что он там будет делать, сможет ли найти какой-то выход, вход и так далее. Помните этот лабиринт? Я использовал видео с муравьями. Садил сюда муравья, и он пытался найти лабиринт. О, ребята, я придумал еще интереснее. Вот сюда я посажу муравьиного льва, а вот сюда я посажу муравья. Они будут ходить по ходам, и в какой-то момент они обязательно встретятся вместе. И что же тогда произойдет? Вот это интересно, потому что муравьиный лев будет в необычных условиях. Он будет без песка, он будет беззащитным. И что тогда будет? Нападет ли он на муравья? Или наоборот, в этом случае муравей нападет на льва. Интересно? Тогда смотри дальше. Итак, для того, чтобы поймать муравьиного льва, необходимо взять сито и просеять весь песок, иначе его просто не поймать. И да, вот они все три муравьиных льва. И вот он самый большой, который мне и нужен. Высыпаем песок обратно в аквариум, выравниваем его и возвращаем обратно двух львов, маленького и среднего. А вот этого самого большого муравьиного льва сажаем в лабиринт. Он, конечно же, сразу притворился мертвым, но это ничего. Скоро он оживет. Я решил не накрывать лабиринт стеклом и посмотреть, что же он будет делать. Лев побегал по лабиринту и вылез наружу. Так, давайте его вернем обратно. И в этот раз уже накроем стеклом. На ускоренной съемке видно, как лев исследует лабиринт, но почему-то он далеко не уходит. Все время попадает в тупики и возвращается обратно на арену. Обратите внимание, как двигается муравьиный лев. Он ходит задом наперед. Он привык таким образом зарываться в песок, попой вперед. И точно так же своей попой нащупывает выход. Тыкается везде, но не находит ничего похожего на песок. Ну что же, а теперь давайте подсадим муравья в лабиринт к муравьиному льву. Вот сюда вот, на противоположную арену. И посмотрим, что же будет. Рано или поздно они, конечно же, встретятся. И очень интересно, что же тогда произойдет. И что же мы видим? Лев, видимо, устал и остановился в одном из тупиков. А муравей вовсю пытается найти выход. Но вот и лев проснулся и снова начал бродить по лабиринту. Ну что же, будем ждать, когда же произойдет момент их встречи. Итак, ребята, смотрите, наступил очень волнующий момент, потому что муравей совсем рядом со львом. И что сейчас будет? Какая это будет встреча? Это будет какая-то неимоверная драка? Или кто-то кого-то испугается? Сейчас мы узнаем. Ой, нет, кажется, муравей пошел в другую сторону. Блин, муравей, вернись, пожалуйста. Да-да-да, сюда. Нет, 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 нет. Он, по-моему, сейчас пойдет совершенно в другую сторону. Да, ребята, он пошел в другую сторону. М-м-м, блин, какая жалость. Ну что же, будем наблюдать дальше и ждать момента их встречи. И вот он наступил. Я еле успел взять камеру. Смотрите, что это? Муравей обнюхивает. Нет, отошел. Как будто пытался схватить льва. Нет, почему-то он засуетился, прошелся по льву и убежал. А лев, лев просто замер. Нет, вернулся. Опять пытается... Нет, не укусил. Я думал, он его укусит. Посмотрите, он просто, просто по нему прошелся и ушел. Блин, но зато, посмотрите, муравьиный лев очнулся после того, как по нему пробежался муравей и начал панически искать выход. Опять, опять они встретились. Что же будет? Нет, муравей просто, просто ходит по нему, а лев притворяется мертвым. Посмотрите, вот что происходит. Нет, лев просто, просто в панике куда-то бежит. Вы посмотрите. Вот это да, он проснулся. Ну, блин, они разбежались в разные стороны. Но, конечно, это был очень стрёмный момент, потому что я не знал, что ожидать. Лев, гроза, муравьев в такой ситуации чувствует себя, очевидно, очень неуклюже и неуверенно. Он может нападать на муравьев, только будучи в песке. Здесь он просто боится муравьев. Смотрите, он в панике, он в панике куда-то хочет смотаться. Вот что, ребята, произошло. Но, с другой стороны, муравей почему-то не напал на льва. Может быть, у него есть какие-то отпугивающие запахи? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну что же, ребята, вот такое вот получилось интересное видео с лабиринтом. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну и также напишите в комментариях ваше мнение. Как вы думаете, почему же они не напали друг на друга? Ни лев на муравья, ни муравей на льва. Мне будет интересно ваше мнение. А я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok